Министерство финансов Пермского края может привлечь облигации для уменьшения дефицита бюджета. При этом отмечается, что использовать такой финансовый инструмент будет возможно, если их стоимость сравняется или станет меньше кредитных ставок от банков. По плану, дефицит бюджета в 2017-м превысит 8 миллиардов рублей, а сумма госдолга составит больше 30 миллиардов. Такие цифры были озвучены сегодня на заседании Комитета по промышленности, предпринимательству и налогам Краевого парламента. По оценкам парламентариев, дефицит бюджета к 2018-му достигнет максимально допустимого Минфином России значения, далее в планах перейти на бездефицитный бюджет. Председатель комитета предложила в качестве одного из методов снижения показателей – облигационные займы. Как мы сегодня услышали из ответа министра финансов, Пермский край при условии выравнивания ставок по облигационным займам и коммерческим банкам готов рассмотреть такую возможность погашения дефицита. Как облигационный займ. Для этого уже в бюджет 2017-го года заложены денежные средства на присвоение рейтинга Пермскому краю. Сейчас Пермский край привлекает для обслуживания госдолга кредиты коммерческих банков. Регион уже трижды прибегал к этой процедуре в этом году. Сперва край взял в долг 6 миллиардов, затем еще 3,5. В августе была объявлена аукцион на привлечение кредита еще на 3 миллиарда рублей. Продолжение следует...